Ученица лицея пропустила свою остановку и решила не доезжать до следующей. Во время движения автобуса девочка нажала кнопку экстренного аварийного открытия дверей и выпрыгнула из салона. Я осуществила посадку высших пассажиров на остановке лицея номер один. Как закрыла дверь, я поехала дальше по маршруту. Проехав в банк, я услышала шум в салоне, после чего обратила внимание на салон. Заметила то, что двери открыты, притормозила, закрыла. Мне никто ни о чем не сообщил. Доехав до следующей остановки, я проверила, в порядке ли мои двери. Убедилась, что они в исправном состоянии, поехала дальше. В результате произошедшего старшеклассница получила тяжелые травмы и была госпитализирована. С началом учебного года сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание школьникам на дорогах. Но несмотря на регулярную профилактическую работу, статистика ДТП растет. Одним из частых нарушений является ситуация, когда велосипедист не спешивается при переходе через дорогу. 1 сентября 2024 года примерно в 14 часов 10 минут напротив дома 28А по проспекту Комсомольский 33-летний водитель, управляя автомобилем Ford, не уступил дорогу пешеходу, проезжающему проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на него. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Очень часто ДТП происходит из-за невнимательности или нарушений правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних. Вечером 2 сентября по улице Николоберезовское шоссе водитель легковушки сбил 12-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После оказания медицинской помощи мальчик был отпущен домой. И подобных историй десятки. Уважаемые родители, просим вас не оставлять без внимания наших маленьких участников дорожного движения. Покажите безопасный маршрут движения из дома в школу и обратно. Особое внимание уделите правилам перевозки детей в салоне автомобиля. Не забывайте про световозвращающие элементы. Будьте примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге. Продолжение следует...